Меня интересует вчерашний день. Я говорю, Володя, запирай там. А он говорит, надежды нет, Любовь Николаевна. А где они? Они в Знаменский монастырь ушли. Монастырь, а зачем? А там у них канон считается. Они в это время сделали. Это не устав, ничего нет. Такого не было. Но на четверг падает Благовещение. И там, видимо, посоветовались, сказали. Такой праздник, то другое. И в это время, в этот день, там, самое длинное богослужение. Именно канон Андрея Критского. На четыре части в начале первой недели. Понедельник, вторник, среда, четверг. А тут на пятой неделе поста. Он считается в среду полностью весь. И они взяли, перенесли. Перенесли на понедельник. Я про это не знал, что... Ну, сказали на вторник. Я согласился. И вопросов никаких нет. То есть на любой день, как кому удобнее. А удобнее нам было или неудобнее, а одинаковое. Но получилось так. Кто из вас это предложил или как, чтобы оказались? И кто вас туда возил? Коротко. На машине кто вас возил? Утром, когда я вам показала календарь, в котором написано. Отправляется служба в понедельник на утренний. Поэтому мы сразу вам сказали. Сегодня идем в монастырь на службу. Вы, наверное, это пропустили. Не знаю как. Так конкретно, определенно. Определенно. Это было утром после молитвы. Я не считал, не знаю. Теперь. Определенная щетка. Я не слышал, не знаю. Может быть, мы тоже сделали бы на это время. Но хорошо, что не сделали. Печку вчера целый день Володя возился. И потом поехал к Татьяне Кузьминичне. Там помылся и все. То есть у нас именно так и оказалось хорошо. Печка-то не топит дальше. Почему? А там труба-то стояла старая. Под ней плита и не вытащить ничего нельзя. Ничего нельзя. Только трубу разбирать. А трубу разбирать там тонна кирпича. Я поясняю, о чем дело. Вы отделились уже начинаете. То на утренние молитвы нету, то что нету. Это вы одинаково сошли здесь. Кто вас вчера на машине возил? Ходили пешком. Везде. И домой пришли пешком. На машину у вас вчера не было? Не было машины. Слава Богу. Мы все дела делали пешком. Слава Богу. Готовимся к лету Надежде Васильевне. Надо быть в форме. Она ходит хорошо. И за ладони. Коротко только ответить. Нет? Мне достаточно. Нет? Ну и отпадает вопрос. Второе. Вчера самое большое количество поклонов. Сейчас поднимается, на ноги поднимается и делает поклон. Сколько таких поклонов делала? Мы не считали. Я поклоны не считала это раз. Ну и примерно 300 должно быть. Сколько примерно сделала? Чтобы поднялась на ноги, а потом поклон. Он как все делал. Не поднялась на ноги. Скорее на коленках стоялась. Я повторяю третий раз. Подняться на ноги и поклониться. Ну что тут непонятно-то? Мне после операции на позвоночник еще две. Я давил и давил и давил. Больше трех поклонов нельзя было. А сейчас все 16 стал делать. Почему? Господь видит мое желание. Как делается? Совершил крестное ознамение. После этого подгибаешь колени. Ну у нас тут положено, где там грязно. Тут-то я не беру никогда колени, руки. И вот здесь вот голова должна быть. Коснулся пальцев и пола. Сделай так. И после этого подняться. Таких поклонов сколько было сделано? Примерно. Ни одного. Это я знаю, не поклониться. Зачем же вам было туда идти? Во время службы садились. Еще второе. С таким запасом возможности не следовало вам там быть. Тем более я этого не знал. Что вы туда пошли. Не расслышал. Ну это все такое. Значит мы сегодня совершаемся здесь. Прошу быть здесь. Это не надо. Это ради отделения будешь решить. Устав ты сама решила. Не надо решать. Тут уже брат Игорь восстает в то время. Ну это ни устав, ничего. Наша община. Решили так. А я сделаю отдельно в другое. Пойду в монастырь. Это уже за вами не один раз это видно такое. Это не годится. Самое малое. Дальше назад уже не повернуть. Дальше уже отделение. Идет только разделение. И ни за чего. С таким запасом энергии, как у вас лишний раз бы нигде не появился. Вот я сегодня идти. В каком месте стать? Я всю неделю думаю. Как, чтобы людям не помешать? И как? А я могу кланяться только разовше. Разовше мне надо. И поэтому я с собой уже под ней материя какая. Дай-ка поднимись. Вот она, материя многослойная. Смотри. Какая. Я его думаю взять с собой и на ней стоять. Все, можно сесть. Понимаете, даже это обдумано. У меня тут задачи другие. Сейчас вот какая почта идет. Как найти спонсоров где. Все это дело. Еще и за вами смотреть. Я повторяю. Сегодня у нас здесь будет богослужение с четырех часов. Вам ясно? Да. Тебе ясно? Ясно. Я Надежде Васильевне прошу уже, чтобы не говорить. В безмолвии быть ей уже это нет. Она не любит. Но вот это вот такого отмахиваться, она где-то пятилетняя может быть научилась. Сегодня уже девятый десяток лещет. Я прошу Тайкаду никогда. Она если не говорит, то вот так. Не делай этого. Не так вот так головой крутить. Не надо. Это не годится никуда. Мы все умираем через Еву. И вот где мы считаем в Священном Писании, везде об этом говорится. Ну да, когда-то говорят. Нет, говорят знатоки. Уж большего знатока, чем Соломон, трудно сказать. 300 жен и 700 наложниц. Среди мужчин, я, говорит, нашел одного, а среди женщин ни одной. Мне говорят. Вы где-то сказали, что женщина-то смерть. Я говорю, никогда не говорил. Я просто привел слова Экклесиаста. Он говорит, женщина хуже смерти. Все так ахнули. Где это написано? Экклесиаста считай. И он говорит, хуже смерти. Через нее мы все умираем. Вам надо вести себя очень тихо, смиренно и не властвовать над мужем. Это власть. Тут Игорь встал, сказал. И он сказал, 5 часов. Я говорю, долго? Надо раньше. Он сразу согласился. Заметьте, как. С мужчиной легко разговаривать. Он не на календарь не сослался, ничего. Вот Игорь, такой у него характер. Другой раз такое. Разговаривать нельзя. 14 лет он у меня за стенкой жил. И ни одного скандала не было. Ни одного. Перед тем, как на квартиру пустить его, я говорю, давай составим договор. Ты живешь у меня бесплатно. Остальное все самостоятельно. Но никого не приводить без совета со мною. Ну, больше не оговорили. И тут к нему отец его, Владимир, должен приехать. Он ко мне пришел и говорит, у меня папа хочет приехать. Можно к нему приехать сюда? Вот это да. Я говорю, Игорь, да что ж ты спрашиваешь? Ну, и так понятно, что отец приедет и можно. Вот что значит мужчина. И сравните, как с вами. Значит, договорились. К четырем часам будьте там, зайдите. Не можете сидеть, сидите. Но на коленях, на коленях. Я просто спросил, вставали или нет, потому что полное правило такое, по возможности. По возможности. Вот знаметьте, я вам пример какой говорю. У нас в деревне была, 95 лет умерла. Серафима Гавриловна Плотникова. Ее никто не видел, чтобы она села. Ни разу. Если богослужение она пропустила, значит, что-то там не знала, что среди недели или где-то. Я не беру другие ее качества, положительные, отрицательные. Но это... Она ни разу, и она анализировала свои поступки. Вот она приходит, 90 с лишним лет, она на Богородье возилась, поднималась. Приду, говорит, и прям не могу никак. Я сразу начинаю гимнастикой заниматься. 95 лет. Она гимнастикой. Я когда посетил ее, она уже за неделю до смерти примерно. Я говорю, ты сейчас вот о чем главное, что тебе надо? Я только об одном молюсь, чтобы не лечь мне. Не лечь. Вы днем ложитесь. Встречал, лежит такой, двери все открыты, и лежит, хозяйка спит. А соседку только что зарезали. Это женщина. Это не легкомыслие, а безумие. Где столько людей. Вот сейчас вот газета лежит сзади. Я вам дам. Вы просчитаете и верниваете мне ее. Просчитаете. Газета очень серьезная такая. Трагедия. В Гюмри. Культура. 23-29 января 2015 года. Так. Солдат, убийца или орудие. Вот. Принесете. Он шел. Никто его не знает. Ну, там где-то в Армении. В Армении там стояли войска, то другое. Он идет, ворота приоткрытые. Он заходит. Ворота. К дому подошел. Как у нас такая уже. Ну, маленько. Он бы прошел мимо. Но ворота открытые. Он подошел в дверь, посвящал. Никто не открывает. Он выдавил стекло. И залез в комнату. Солдат срочный с ружбы, видимо. Зачем он зашел? С автоматом. Смотрит, спят. Он всех перестрелял. Девочка лежит там полгода. Он штыком ее. Другой еще меньше где-то заколол. Вылез обратно. Автомат оставил. Обувь скинул. Переобулся. Взял одежду. Форму эту скинул. И пошел куда? К турецкой границе. И там его взяли. Все здесь найдено было. Открыто. За вами надо смотреть, как не знаю как. Открыто. Женщина очень ненадежная. Мыши заедает. И бороться с ними. Лучше всего это кошка. Экологически чистый продукт. Не надо отравы где-то. Отравы бросили. А у нас кошка была хорошая такая, ловливая. И она эту мышку съела. Сразу сдохла. Это отрава. Если теперь кошка сдохнет, где-то ее коршун будет клевать. Коршун сдохнет. Вот какое дело-то. И она просит. У меня была рыжая. Мать пали. Давай садись. Мы записали. Виктор Андреевич был. Она писали. Свидетель. Комнату не открывать, чтобы у дверей она не была. Поняла? Нет. Сколько? На лето. В этот же день, кажется, вещи. Я уже смотрю, кошка гуляет на улице. Здесь только открыли, она вышла. Наружу ее дверь не открывать. Если так, то выходишь. Она должна быть все время. Я гляжу вас вот так открыто. А ты в это время выходишь. Она выскочила, ее нету. Будто бы Володя сказал, вы хотели, чтобы у вас осталось синяки на лето. Говорил? Говорили вы, нет? Да, говорили. Ну, теперь смотри. Вот она. Написала расписку, все. И тут же никак. Вот Василий был у нас здесь, Черепанов. Мыши заедают. А у меня кошки. Кошки кормят. Мы 7-8 кошек кормим всю зиму. С улицы 4, там сколько? Ну, так. Володя кормит там их. А потом весной его пускают. Каждый год. И я ему решил оттуда дать. А подумал, я не знаю, что эти кошки. А у меня кот, зверь. Рыжий. Молодой, здоровый. Любую крысу задушит. И я ему дал. Все наказали. Ты будешь кормить, все. Спрашиваю. Кот как? Да нормально все. А потом прошу, кот говорит, а он сдох. Как? Ему 3 года сдох. Ну, минимум 15 лет. Сдох. А почему? Замерз и не кормил. Представь себе, какого зверя. Тигр настоящий был. Я вот так и звал тигром. У него мясо висело. А кот заподпрыгивал, ел это мясо. У него мороженое. Да. И он в наказание закрыл его в железный короб какой-то. И забыл про него там. Вот и все. Понимаешь? И он такой и есть. И поэтому, Володя когда сказал, я говорю, я бы отдал. Потому что мы с собой везем отсюда четверо. Вот Катю, это Паля идет. И Щернявка идет. Это мои. Со мной живут. А там белый, который там сидит. И Синька. Обойдемся мы без Синьки. Но Синьку отдать, это потерять. Гарантии никакой нету. Да подумал, кто-то зашел, ее незаметно открыли, ее нету. Понимаешь? Я стою перед задачей. Лишися Синьки или нет. Оставляя ее, я могу оставить. Ни одна мышка не будет бегать. Но вот здесь было, она выскочила. Володя сразу за ней. Где она? Куда? Он достал ее все-таки. А вас, вы не полезете никуда. Это очень ненадежное, утлое такое создание женщины. И все везде под ногами только путается. Вот сколько смотришь, сколько погибли, где. Я тут одну биографию смотрел. Страшно. Вон даже газета пришла. Женщины в оборотне. Сколько раз замуж выходила, мужики умирают и меня присваивают. Вы христианки. С вами легко должно разговаривать. Итак, оставлять тебе или не оставлять? Вы хозяином, споряжайтесь своим животным. Так, все. Любовь Никола не надо остать. Она очень аккуратный человек. Я уже выписал. И она ответственная. Подхожу к дверям выходить, кошка здесь, она ее как не видит где-то. Я видел. Насчет кошки я не говорю другое. Она аккуратна, это правильно. Володя больше к нам ноги не лжет. Она ответственная очень. Не за кошку, она за всех порвить спокойно. Она заходит за грань легко. На своем стоит. Не надо говорить. Я знаю, где она. Вы у вас дружба в одном. Чуть-чуть через секунду уже спит. Секунды две пройдет, опять спит. А что? Не просто спит. Житие Макария Александрийского за 19 января. Демоны бегают, пальцами коснули, с глазом уснули. Это бесовское наваждение. Так, засыпать через каждые две секунды я просто не видел. Это маленькая, там 10 секунд хотя бы проходит. Заснет. А это за одну секунду. Неладно. Вы сейчас поставьте задачу со сном расправиться. Возьми какую-то иголку, булавку, что-то ткни себя, выщипни. Мало ли как. Нельзя спать, нельзя. Это смертельно опасно. Это люди, которые тогда были. Спрашивают, когда от Москвы отбили, Сталин там звонит. То Конев там был, Рокоссовский, не знаю с кем. Как там Георгий Константинович спать лег? Вот так он мне нужен. Да он спать лег, он не спал трое дни. Не надо. Пускай спит. Даже Сталин это понимал. Во-первых, он не все скажет, как надо. Сна нету. Вот аварии на дороге. Сколько людей погибает? По каждой 30 тысяч уже погибло. Причина какая? Заснул за рулем. Ну лекарство есть какое? Одно лекарство только. Только одно. Вот. И какое лекарство такое? Съехать с дороги. И ну хотя бы с часок поспать. Это уже шикарно. Проехал сколько там часов? С часа 4, а 5. И что машина это фиксирует? В Германии это все приведет. Но у нас нету. Едет. Заснул. Ну заснул и ясно дело, что дальше уже он? Куда вылетает, с кем поцелуется? Мы дорогу ехали сколько видели? Сжатая машина, одна рука только торчит. А тут как озеро, и там ящики плывут. Татар какая-то ударила машину. Кто из них? Ну на стороне Татара, значит, за рулем уснул. Я ездил, не ездил, вернее, сам Антоний Синкевич, фамилия, Лос-Анджелеский. Я, говорит, раза три засыпал. Но в Америке так, дорога, и сделано как фонарики горят. А такие они маленько выпуклые. Если он с дороги сворачивает, и вот как постирали, значит, тр-р-р-р. В любом месте сворачивает, и в машине тр-р-р-р. Я, говорит, проснулся, сразу, говорю, скорее на свое место. Засыпал. А он низенький рост, ему сиденья повыше сделали. Он ездил. Вот как. Сестры, мы сегодня маленький урок с вами провели. И я знаю, что вы непослушны в равной степени. Но удивительно, что вы прожили хорошо и зиму. Слава Богу. Я прошу сегодня, будете молиться, поставьте, чтобы Господь вас смирил. Что были безмолвные. А проповедовали, Евангелие раздавали где-то. Вы столько мне нынче помогли, со мной ходили по органам по-разному. Я с вами прошел, как по воздуху пролетел. Ни одного замещания не было. С вами работать можно. И, ну, ни один, ни два раза ходили. Сколько организаций мы прошли. И библиотека, и КГБ, ФСБ, и университеты, и везде. Вы моим были языком. А я для вас был глазами. Как Юда Бенгур, когда на руках он несет, говорит. Он для меня на ноге. А ему язык отрезали, а для него язык являются. Вопросы. Значит, просчитайте этот рассказ. Там, кажется, на другой даже стороне есть. Посочувствуйте. И он пришел, сдался. Его взяли, он дальше... А почему сделал, не знаю. Ну, ребенка-то колол штык. Ты их видел когда-нибудь? Никогда. Ну, был хоть в этом доме? Никогда. И он фотографировал, там его фотография. Не помять только ее. Это газета важная. Вот, так это не один случай. Была такая статья в газете «Угудок». Упырь. Утром приходят даже семь человек в семье. Все мертвые. И ударены каким-то тяжелым предметом. Ничего не могут сделать. Засады делают везде. Опять целаясь. Притом вся семья погибшая. И, наконец, вызвали воинские части. Везде установили там танки или где-то. Ну, и солдатам. И, наконец, поймали его. Говорят, а как вы знали, куда? А шторки не закрыты. Я вижу в комнате сколько человек. Шторки. Как, вот смотри у меня, как шторки. Как она там, гвоздик, она этими пришпилена. Даже комар не пролетит. Притом я каждый день снимаю опять. Вот посмотри как. Ну, а эти у меня окна, там ничего нету. С той стороны они пенопластом закрыты. Вот как. Ни один человек не должен. Затвори дверь, это касается и закрой ставни. А у вас этого нету. Сейчас закрыто, ничего не видать. А до этого с той стороны зайду, и видно, как ходят по избе. И он заходил. Убивал кирпичом всех. Первым делом он, я поражал, говорит, мужчину. А женщина тут. Пока она скричит, я еще раз звякну. Вот и все. Упырь заголовок. И я тогда через это уже научился. Всегда закрывать. Я вот когда прихожу там у священника одного. У нас тиша открыт. У нас сосед сейчас появился. Ну, новый. Тот умер. Он отремонтировал. И видно, что шторочки такие легонькие. Но они ночью никогда. И он ходит по комнате, все открыто. Зачем? Видно, что один. А так-то неизвестно. И когда стучат, не открывай. Не открывай. Я думал. Думать уже на том свете будешь. Помолись. И все. Никого дома нет. Закрой дверь и на этом конец. Вам понятно? Я говорю, ты же открыл, а не знал, а кто. Ну, я говорил, а тебе ты не отвечал. Ну, открыл незнакомому. Ну, это же ты. Ну, это что ж такое. Да ты же не знал, что это я-то. Я же не знаю, когда отвечать. То есть, беспросветная, непрорубленная дурь. Берегите себя. Сосед прям вплотную к нам. Жену зарезали. А ушел за хлебом. А убийца оказался через дорогу. 70 рублей только и было у нее. 800, не знаю. Вот так. Ко мне тут трое стучались. И где-то... А я у меня на окне выставлен телефон. Баба Таня, другое. И, наконец, я тут Сергею позвонил. Вызывает милицию. Они как ринулись. И они ищут дома. То что-то с ними делают, чтобы продать эту землю. А то и другое. Старым дать укол. Вампиры, убийцы, врачи. Он в Санкт-Петербурге. Сколько? Каким-то образом он узнавал, что она одинокая бабка. Дальше ухаживает. Она подписывает. Ну, сделает, чтобы подписалась. Что-то где-то. А потом уколчик. И она на небесах, говорит. На этом все. Это маленький вам урок. С Богом. Слава Христу. Вот, видишь, как это Надежда Александровна Муха подарила мне. У меня и в храме такая картина Рафаэля. Сикстинская Мадонна. Пожалуйста. Католики, папа, бритые. Ну, вот же папа Сикс. Ну, это, конечно, четвертый век. А они-то дальше пошли. Бритый папа. А вы подошли бы к нему? Подойти подошел бы, но... Бороду не трогайся. И пророки, апостолы, христосы, вожди атеизма. Энгельс, предрек, Карл Марс, Ленин. Все с бородами. Что тут доказывать-то? Это стихия мира. Гомосексуалисты придумали эту заразу. Это благодейная ересь, говорил про топопов вакуум. Бритье. Вот так попутно я вставил. Все на этом.